Я никогда не пишу сценарий, я не думаю о чем я буду снимать видео, я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами, реальная Алания, жизнь в Турции, видео каждый день, приятного просмотра. Мои господа, возле отеля Арси, мы находимся за моей спиной, он ходил туда кормить котеек, боже какой движ тут. Солнце, смотрите, последние секунды, сейчас оно будет за крепостью и уже закат смогут смотреть только те, кто будет там. На Клеопатрии, в той стороне, в сторону Анталии. Сейчас пройдемся немножко по набережной, с вами в сторону центра, это вторая часть, первая я снимал сегодня в районе. Опа, давайте, ехайте, ехайте, быстрее мне переходить надо. Свежий ветерочек, еще солнце не ушло, а такой свеженький ветерочек дует. Хорошо, что у меня есть капюшон, это домой эти. Я еще, может, до Хаджет даже дойду до площади, пока не знаю, но пока еще идем, короче. Пляж, смотрим. Восьмой пляж, девятый. Все, солнышко за крепостью. Кто любит морковный сок, как и я, у меня тыквенные морковные, это любимые. Вот такой вот есть, есть с персик морковка, 4,95 стоит, 2,101. Да, не дешевый сок, не дешевый. А этот 4,45 чисто морковный, он только появился, вот, я раньше такого не видел, 2,101. Смотрите, это настоящая морковка, просто бомба. Такие волночки, и корабль большой-большой, с огромным флагом Турции, жаль, не могу его приблизить. Да, свежо возле моря, свежо. Назад я буду идти, у меня дождевик валяется еще, ну, не дождевик, курточка легкая в сумке. Может быть, даже придется ее одеть, потому что свежо вот уже стало. Ну, вот люди шорта, местные, наверное, скорее всего, может и туристы, а может и местные, хотя здесь и туристы могут гулять. Очень много мусора после шторма она выносила, наверное, на выходные был шторм. В субботу, когда был сильный ливень, вот в субботу это все она выносила, я думаю, просто не убрали. Ой, тут сидит котейка, конечно же, его надо будет покормить сейчас. Как я могу пройти мимо? Сейчас котейку мы покормим, у меня чуть осталось еще после арси. Подожди, 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 а то ты меня это, собьешься. Стой, стой так. Есть. Все, главное не будем мешать. Там еще он сидит, друг, любовался закатом. Ну, он тут часто сидит, тот, по-моему, чаще. Я его уже узнаю, сейчас этого еще покормят. Зря попрятался. Подожди-ка, привет, кушать будешь? Будешь, будешь. Подожди, подожди. Нет, не забывай, нет. Вот я вообще-то на супа. Все, это у меня уже последняя. Не, у меня там НЗ еще есть на одноглазого свайпболда. Вот так. Два килограмма практически сегодня уже все. Ушли. Ну, чего? Да ну давай ешь. Обалдеть, а он еще и не хочет. Я ему последняя высыпал. Может, повыделывается и поест сейчас. Ну, ладно, он сам подумает. Пока штаб лизуется, но не ест. Седьмой пляж. Работает кафешка. Даже можно купить напитки, чай на вынос. Блин, выключил, забыл, что я снимал подряд. Ладно, смонтирую эту часть. И люди, довольно становится прохладно. Солнце ушло. Блин, я уже, не знаю, думая о том, как я буду идти домой. Выйдем к морю. Сейчас будет бегать. Пилота бегает. Ветер дует. Слышно, у меня нет. Я копились. Привет. Привет. Твоя семья. Да. давайте на море подведите что сколько по ема и сколько пластика после шторма люди вы посмотрите что творится сколько пластика обалдеть представить она все море было ужас представляете что творится море потрясающе вот тот корабль я видел в анталии люди кто был в анталии яру не знаю куда повернуться тот корабль когда был на фуникулёре в анталии я видел его сверху он у меня даже на видео если его приближал вот тут гербом сто процентов это он там также герб на нем был я вот ссылочку даже может оставлюся не забуду в ноябре прошлого года в анталии я его видел какая прелесть трое семья на прогулке до красавица детки у тебя супер очень классные такие видите как она позировала поздоровалась с вами блин холодно невозможно если бы я взял сейчас уже отдел погода непредсказуемость от градусов 15 14 на мне 1 14 нет 15 норм решил дальше не идти потому что сейчас уже даже порывы ветра капюшон натягивая назад ехать не хочется на прогулке было комфортно а сейчас можно одевать вполне окруженную кубку и жарко мне не будет точно так фонтанчику пройду сейчас хочу протестировать если ветер там может быть там ветра нет тогда пойду по той стороне лучше либо сейчас может выйду на вторую линию здесь если там ветра не будет погуляем дойдем примерно до алланиума потом выйдем туда ну новые маршруты короче изобретать будем люблю вот это место никогда здесь не было кстати летом блин а когда зимой жил в арсе инфи сити я здесь был или не был что-то я не помню да здесь ветер поменьше реально поменьше пойдем час туда туда в сторону второй линии походим потому что возле моря реально замерз корабле включился дневной свет красиво так прикольно было когда я понял что это с гербом турции с флагом корабли которая видел в анталии год назад интересная конечно поставлю ссылочку кто не видел может быть как я был на фуникулера как раз там полный путь я снимал кажется ли наверх или вниз фуникулера анталийского отель цезарь ресторана какой-то отель отель серия зитами рези талия чё такое и здесь от разы лапар так на алане он тут еще рано выходить где-то хочется походить и не по первой линии не по второе где-то вот между ними что-то вот увидеть новое новые улицы какие-то где я не был но он пройтись если я туда пойду на следующий здесь мы карте фото выйдем там я был сегодня уже пройдемся дальше по следующему перекрестку я надеюсь это еще не вторая линия хотя может быть мы уже выйдем там и на вторую линию ну ладно все равно я по этой дороге ни разу не ходил кстати коза маркет ипека парк тетель простенький такой с виду может быть летом недорогой алфему алфему аланя чудо мебель что техника арчелик отель работает кстати этот который я щас вам назвал кто сейчас приезжают узнавайте и пэк аппарк отель и пекка кому-то надо ему что он дешевый именно сейчас что приехал так вот дорожка интересная куда она ведет скорее всего в сторону тэспа наверно давайте по ней пройдемся жилой квартальчик красивый там а я там могу не выйти потом это въезд в это вообще какое-то заведение ничего не помню если там дорогой будет ли там выход дальше вот я не знаю красиво так хочется туда пройти но я не уверен что там будет выход дальше потом назад идти лавина парт-отель тоже от моря тут буквально 3 минуты место неплохое киралык сдается 1 плюс 1 в этом здании там прям в отеле получается 0 5 3 4 7 8 3 10 60 номер телефона так и мне все интереснее куда же мы сейчас выйдем в каком районе дрова люди заготовили на зиму сейчас зима на зиму блин ну вот чисто районы кварталы жилые массивы тут наверное туристов мало живет иностранцев в смысле чисто турецкие домики но место классное фактически к 5 м мегроса наверное вышел или я еще толком даже не понял но уже вот там вторая линия в принципе на второй линии мне не так интересно как интересно походить по дворам допустим по каким-то новым улицам так что я просто сворачиваю тупо иду не знаю куда главное что в нужную мне сторону походим посмотрим на домики пока еще не потемнело тут кстати совсем нет ветра идти в принципе сейчас комфортно а возле моря я просто б уже замерз бы уже реально возле моря мне было очень холодно тут сейчас хорошо парк какой-то здесь есть а здесь мы сейчас к Арси выйдем я понял чем мы находимся в левейду назад к Арси отелю вон выход к Теспо там то есть в принципе если я сейчас пойду туда вот там уже будет Арси Хотел вроде так долго шел там наверх шел 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 обходил а в итоге пришел все равно Карси Хотел можно сказать у песик играет мяч смотрите мяч ловит вот такой парк я здесь ходил это вот Арси Хотел обычный не инфистити Арси Хотел у нас здесь вот вот так вот по прямой такие к нему практически вышел прикольно вот такой вот парк здесь куда же дальше пойти и по второй линии скучно ничего интересного и там промзона будет ее так не пройдешь блин если пойти по второй линии либо ладно сейчас подумаем смотрите как соседствует вот старенький турецкий дом да не знаю но я не верю что в нем будет студия стоит 30 тысяч евро мне кажется будет дешевле и напротив него сразу новый Nordic Suite резиденция вижу слово резиденция вы видите он даже еще наверное не заселенный только построен то есть вот по соседству с такими домиками сразу рядышком крутые иди покорни тебя здесь я бродил зимой два года назад с тем черным песиком которого после пандемии блин что-то ни разу не встретил не знаю где он он меня водил тут показывать первый день ухожу с отеля ну все есть то на канале первый мой день пребывания в Аланье и стоит песик и я выхожу с отеля он бросается на меня как будто я его хозяин и он меня вот тут вот водил водил вот тут даже вагончик он этот прогулочный тут мечеть вот здесь я вот тут вот Арсен находится вот налево тут сразу за этим домом сразу Арсихотл вот это все все эти тропы здесь вечерами ночами все исходил когда жил в Арсихотл месяц а второй месяц в инфи сити бич в Арсике кто там уж катался именно на этой машинке из вас вот так много там еще решил я идти не на первую линию там холодно сейчас ветер не на вторую там не интересно машины едут а как-то по прямой единственное что будет промзона блин как ее обойти мне таки придется сейчас выйти на первую линию блин так это я во дворы зайду там дальше будет вторая линия Яролл апарт отель Яролл так это заправка это короче монард сити мы сейчас идем по прямой вот сколько здесь тех джипов в которых вы ездите на экскурсии тентованные даже я так на зиму просто по закрывали тентом сейчас цена на бензин скажу газ уже вижу 3,49 газ бензин 6,69, 7,29 так там промзона да там набережная мне надо выйти на качельки давайте таки выходить к набережной что-ли потому что там по промзоне как-то не очень лазить хочется вышел к морю это сразу ветер я уже курточку отделал эту свою легкую там вообще-то классно было тепло ветра нет о какой освещенный этот корабль работает фонтанчик вот паркурщик второй появился как туда залез ходит наслаждается включенным цветом на фонтань привет уникальная погода блин я то это все знаю но не перестаю удивляться вот сейчас сижу ветра вообще нет и тепло тепло почти как было когда солнце еще не село а тогда что ну буквально даже еще 10 минут назад там возле монард сити я был ну колотун просто колотун был вот просто погода ну реально уникальная в Алании думал совы летают такие здоровенные вороны тут котейка инстинкт охотника смотрите сразу его на дерево потянуло только что гладила вот такой милый котейка смотри а то залезешь наверхушка а потом не слезешь видно надеюсь вам хоть чуть-чуть небо какое красивое и три корабля освещенные дневным светом красиво выглядят крепость красиво и люди это просто просто ну не укладывается даже в голове сейчас вот реально видел человек шел снял куртку в руках у него с рубашки шел вот сейчас тепло и комфортно до этого час назад я просто не мог находиться возле набережной настолько было холодно фантастика погода просто уникально реально казалось бы время ближе к ночи должно быть попрохладнее 7 часов уже 2 часа до комендантского часа боже когда он уже отменится пойдем гулять с вами ночами люди в шоке только что на моих глазах светились и буквы и апельсинка фонтанчики я не видел она весь январь по моему не светилась ни разу или в начале января может раз два светилась и блин только что ее выключили я думаю сейчас дойду сниму наконец светящуюся апельсинку хрен блин я в шоке я в шоке просто а река так и бежит как в первой части насколько интенсивно насколько много воды какие объемы стекают смотрите снега та еще капец я уже так соскучился она такая красивая была сейчас подсвечена чуть-чуть буквально вот ну реально 3 минуты мне не хватило я по ее успел заснять вот только что ее выключили жесть интересно где ее выключают попросить включить на минутку блин я уже даже забыл что и буквы даже подсвечиваются уже реально оно на 100 лет оно все не подсвечивалось и надо же было не успеть на 2-3 минуты буквально ну где-то здесь по идее должно оно включаться выключаться где-то здесь должен быть погребочек такой где он здесь вроде никого как бы и не вижу эх апельсинка апельсинка чего меня не дождалось все такая прогулочка получилась люди 1 февраля у нас с вами надеюсь мы ее увидим в ближайшие дни с подсветкой и крутящейся попал еще на вечерний рынок по 3 лиры взял помидорки взял перец капи на 5 лир почему честно не знаю и кабачки по 5 лир кило молоденькие маленькие не зря зашел сюда сейчас можно еще пацаны наши с формой и